Привет! Если у вас интернет-магазин, у вас много товаров и вы настраиваете рекламу, то скорее всего вы используете торговую рекламную компанию от Google Ads и конечно же вы зареганы в Google Merchant. Меня зовут Алена Полихович и сегодня я расскажу какой же новый отчет появился в Google Merchant и как он может быть полезен именно вам. Компания Google запустила новый отчет в Google Merchant для товарных объявлений, который называется конкурентоспособность цены. Теперь пользователь может увидеть по какой цене их конкуренты продают такой же товар, который есть в их ассортименте. Это повышает эффективность назначения ставок для товарных объявлений, а также повышает конкурентоспособность цены для товарных объявлений. В отчете конкурентоспособность цены теперь доступна информация о средней ценовой позиции товар. Так, рекламодатели ориентируясь на нее смогут повысить вероятность кликов по данному товарному объявлению. Кроме того, в отчете можно увидеть сводные показатели, контрольные цены за выбранный период времени, а также можно сортировать по типу товара, по бренду товара, по цене товара. Посмотреть данный отчет можно кликнув на вкладку развитие аккаунта, далее выбираем конкурентоспособность цены, но предварительно вам придется присоединиться к программе тенденции рынка. В отчете не отображаются данные о товарах, которые рекламируются малым количеством продавцов, а также не будут отображаться позиции товарных объявлений, которые набрали малое количество кликов. Также напомню, что Google с 4 марта начнет показывать товарные объявления в системе Gmail. Это позволит рекламодателям охватывать пользователей по всей воронке продаж. Рекламодатели смогут выбрать Gmail для показа своих стандартных товарных объявлений, а также объявлений витрин в плейсментах наравне с YouTube и Discovery Fit. Если для управления торговыми компаниями вы используете Google Ads API, вы можете включать и отключать показы в данных плейсментах в Google Connect Network, установив True или False. Google также объединит показатели эффективности рекламы в YouTube, Gmail и Discovery в контекстной медийной сети. Компания предупреждает, что рекламодатели смогут заметить значительное понижение CTR в контекстной медийной сети, так как, скорее всего, они охватывают пользователей, которые находятся в воронке продаж повыше, чем те, которые перешли непосредственно из поиска. Вот такие вот коротенькие новости на сегодня. Будьте готовы к новым изменениям и обновлениям в Google Ads. Если вам понравился данный урок, обязательно ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на наш YouTube канал, вступайте в нашу Telegram группу, подписывайтесь на наши аудио подкасты, делитесь этим роликом с друзьями. Удачных вам продаж и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok